Всем огромный-огромный привет! Ну что, наконец-то настало время домашних колбасок. Я никогда в жизни их не делала, но мы с вами всему же учимся, постараемся научиться делать и домашние колбаски. Сегодня будут колбаски куриные, потому что надо с чего-то начинать. Я не сразу решилась взяться за мясо. У меня курица, у меня вот такая вот грудка. Грудку я, наверное, буду не пропускать через мясорубку, а буду нарезать мелко-мелко. Посмотрим, сейчас все решим с вами. Дальше. И у меня есть филе бедра, бескостное. Я его уже помыла. Как можете видеть, лишний жир я отрезать не стала. Когда я делаю какие-то другие блюда из бедра, я, конечно, этот лишний жир срезаю. Но, так как оно у нас с вами пойдет на фарш, этот лишний жир я срезать не буду. Сейчас мы будем с вами бедро крутить на мясорубке. Далее нам понадобится соль, перец. У меня там есть соль, перец возьмем. Немного прямо, у меня нет лаврового листа. Немного возьмем вот такого молотого кориандра. Это очень ароматная такая приправа. Но она, я думаю, нам подойдет. Подойдет к нашему мясу. Прям совсем-совсем чуть-чуть бросим. Кто не хочет, можете совсем не добавлять никакие приправы. Я брошу абсолютно немножко. Зелень в фарш. И, конечно же, чеснок. Чеснока я люблю много, но не хочу забивать куриную колбаску чесноком. Поэтому вот столько у меня чеснока. Чеснок молодой, ароматный. Еще нам с вами понадобится вот такая вот натуральная свиная оболочка у меня. Она может быть, ну, наверное, любая. Вот какая у меня была в магазине, такую я и взяла. У меня свиная натуральная на 2,5 килограмма продукта готова. Здесь 5 метров. Я хочу где-то из 4 метров сделать куриную колбаску и отрезать 1 метр на приготовление картофельной колбасы. Но картофельная колбаса, это, конечно, в другом видео. Просто хочу попробовать с 1 метра. Здесь, конечно же, написано все, как подготавливать эту свиную оболочку. Все сзади указано. Ее надо вначале ополоснуть в теплой воде, затем замочить на 30-40 минут до приобретения стенками эластичности. Все делаем с вами по инструкции. Далее, конечно же, тут сам рецепт. Вот, но мы в кипяток на 1 минуту все будем делать не по этому рецепту, но придерживаясь. Так что, почитайте, можете делать прям по этому рецепту. И еще нам понадобится, конечно же, лук. Так как у нас колбаска будет не мясная, а куриная, лука будем брать немного, всего одну головку. Я сейчас его почищу и вам покажу. Так, и возьмем с вами, я почистила вот такие вот полторы луковицы. У меня одна целая и немножко половинка, буквально осталось от другого блюда. Что нам надо сейчас сделать? Мы сейчас с вами накрутим фарш с бедра, порежем грудку мелко и подготовим вот эту свиную оболочку. Так, свиную оболочку я раскрою. Сейчас положу ее в миску. Вот такая она у нас. Такая, конечно, страшная. Вот такая она у нас страшная-страшная свиная оболочка. Первый раз она вся в соли, такая она соленая. Сейчас я ее промою, вылью воду и замочу. Наливаю воду, ее обязательно нужно промыть от этой соли. Сейчас просто ее промою, а потом уже посмотрим. Вот так вот. Ее надо промыть. Не боимся. Потом я отмерю от нее, отрежу на картофельную колбаску. Вот такие это кишки. Главное, чтобы они у нас с вами не завязались в узел. Вот так. Сейчас промоем. Сейчас их промою и залью новой водичкой. Вот так я их промыла. Вода была очень-очень соленая. И сейчас просто заливаем водой. Вода должна быть не горячая. Там написано где-то 20-25 градусов. Смотрите полностью, придерживайтесь инструкции на упаковке. Может быть у вас будет совсем другая какая-нибудь оболочка. Есть баранья оболочка. Там может быть какая-нибудь другая инструкция. Обязательно читайте. Залила. И вот так ее надо оставить на 40 минут. На час. Сейчас мы даже с вами посмотрим, на сколько. Где-то на 30-40 минут до приобретения стенками эластичности. Но можно на час. Это ничего страшного. Все. Отставляем в сторону нашу с вами кишку. Пускай она настаивается. Приобретает эластичность. А мы будем делать фарш. Все. Начинаем готовить фарш. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну вот и все. Буквально за 2 минуты мы прокрутили практически 2 килограмма куриного фарша. И сейчас нарежем грудку мелко-мелко-мелко. Стараемся ее резать. Все. Поехали резать курочку. Стараемся резать мелко. Но она все равно умнется. Старайтесь резать мелко курицу. Но она все равно, когда будете месить фарш, она все равно будет это. Но по структуре в колбаске должна чувствоваться. Вот такими мелкими кубиками. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот быстро-быстро-быстро мы наделали фарш. Сейчас будем добавлять специи, приправы, все перемешивать, доводить его до полной готовности. Давим в фарш чеснок. Положу немного зелени. Зелень можете не класть. Это чисто по вашему усмотрению. Можно и без зелени. Я просто хочу немного петрушки и немного укропа. Потому что у меня нет лаврового листа. Обычно в фарш кладется лавровый лист. Вот прям совсем чуть-чуть. Все равно будет очень ароматно. Потому что зелень сейчас свежая. Немного возьмем кориандра. Прям совсем-совсем чуть-чуть для запаха. Вот так вот совсем немного. И сейчас будем добавлять соль. Черный молотый перец. И посмотрим сливки. Немного добавим вместо воды. Чтобы у нас колбаска была более сливочная. Я сейчас буду подсаливать и перчить. Все. И начинаем вымешивать фарш. Нет. Добавляем соль. Вот я всегда боюсь пересолить. Ну, надо попробовать, да? Много не надо? Давай, много не надо. Сейчас сразу по вкусу там. Да. Тем более мы слишком соленое не любим. Соль можете по своему вкусу. Как говорит, соль, перец. Это все по своему вкусу. Давай. Еще подсалить. Давай. Еще разок вот так, да? Ну, не знаю, как ходит. И постарайтесь хорошо-хорошо вымешать фарш. Давай. Также можно добавить перец. Перец я не нашла. У меня вот такой вот в солонке. Тоже добавляете приправы. Все добавляете по своему абсолютно вкусу. Все. И продолжаете вымешивать. Так, наливаем немного сливок. Кто хочет, можете наливать воды. Это абсолютно по вашему усмотрению. Наливаем прям. Много не наливаем. Вот так. Пока фарш наш будет с вами стоять в холодильнике и отстаиваться, мы его поставим в холодильник на чуть-чуть, сливки впитаются в мясо. Тоже хорошо вымешали. Давай еще чуть-чуть. Все, вот так. Больше не надо. Буквально миллилитров пятьдесят. Вот так мы вымешали фарш. Сейчас я его накрою пленкой и поставлю примерно где-то на час. Ну и накрывай сразу. Да, в холодильник, чтобы он у нас с вами настоялся, пока у нас там отстаиваются наши с вами кишки. Пленкой накрываем, чтобы не заветрилось. Ну, может, муха какая не приключилась. Муха какая. Ну, холодильная. Да, холодильная муха такая. Ну, просто прикрыть на всякий случай. Можете прикрыть просто крышкой. И вот так вот немножко при это и уносим в холодильник. Все. На этом... Подожди, верни фарш. Верни, верни. Все. На этом с вами наша подготовка к колбаскам закончена. Отставляем это все в холодильник. Также у меня отстаиваются кишки. Всем спасибо, что были с нами на нашем канале. Обязательно будет продолжение. Так что заходите в гости. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И не забудьте нажимать на колокольчик. И всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok